Добрый день, мы продолжаем отвечать на ваши вопросы на библейском портале Экзегет. Вы спрашиваете, во всем ли нужно слушаться неверующего мужа? Вы знаете, это зависит в первую очередь от того, насколько вы намерены спасаться и смиряться лично, насколько вы хотите входить тесными вратами. Если человек хочет входить тесными вратами, то вся его жизнь превращается в послушание. Не в послушание, а точнее говоря, а в слышание. Потому что он пытается услышать через все, что его окружает, исключая всякую случайность, всякую возможность случайности, что от него хочет Бог, и куда Бог его направляет. Мы с вами знаем из жития святых замечательные примеры святости, когда у послушника, у монаха оказывался старец, который ничему не соответствовал, никакому представлению ни о святости, ни о старчестве. И тот монах, тот послушник, который продолжал слушаться такого старца, пусть он бил его и грубил, и ни к чему его такому высокому не вел, тот, кто продолжал слушаться, тот достигал святости, слушаться как самого Бога. Поэтому здесь не так важно, муж ли это, или это отец, или это какой-то начальник, или это конвоир в тюрьме. Если ты пытаешься услышать Бога через Его волю, а воля Его всегда через обстоятельства является, то ты недалек от Царствия Небесного. Действительно. Но это серьезное, смелое и решительное устроение жизни. Такое есть не у всех. А что касается неверующего мужа, так в быту, ну, во-первых, вы понимаете, что вы спасаете и себя, и его, своей жизнью, правда? И у апостола Павла об этом замечательно сказано, что верующая жена не знает, спасет ли она мужа своего неверующего. Точно так же и муж верующий спасет ли жену неверующую, но, скорее всего, может спасти. Вот, поэтому, если у вас такое намерение есть, если вы об этом спрашиваете, то тем более надо слушаться. Но с рассуждением. Вот я помню, как преподобный Серафим Саровский, когда к нему приходили всякие девицы за советом, он говорил, что родителей не надо слушаться только в одном случае, когда они отговаривают вас идти в монастырь. Вот, поэтому я думаю, что если неверующий ваш муж призывает вас к отказу от молитвы, от посещения церкви, от следования каким-то благим делам, которыми, возможно, наполнена ваша жизнь, то надо, знаете, как, просто как голубь, но мудро, как змея. Он говорит, молиться не, ну и не молитесь открыто дома, вот, но молитесь про себя, это даже интереснее в каком-то смысле. Вот, Господь за гонения, которые мы претерпеваем с благостью и с благодарностью, всегда нас наградит. Вот, но если всерьез, то, конечно, каждый случай отдельный надо разбирать со священником, который знает вас, вашу семью, потому что все эти случаи, они, как правило, очень индивидуальны и уникальны, как и жизнь каждого из нас. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok